Я думал сегодня с чего начать, но Насрало нам подготовил тему, даже не придумывая. Разбомбили этот стадион. Надо же, что попались как раз дети, малолетние. То есть хуже не придумаешь. Я думаю, что если у Насрало есть несколько этажей в его подземном мунгере, я вот сейчас залез в самый последний этаж. Ему конечно бояться нечего, но уже друдское руководство сказало, что если Израиль не сможет ответить, то они сами ответят. Правда в Израиле их мало, всего где-то 150 тысяч человек, но все они, мужчины, служили в армии. Есть там у них полковники, командиры и полков. Так что вполне могли бы, если им дать оружие, а часть у них есть оружие конечно. Если они перейдут границу и на Ливанскую сторону это сделают погром. Правда потом обвинят нас, что мы это натравили их. В общем-то сейчас, конечно, израильское руководство думает, как ответить. Ждут, когда Натаньяо вернется, он срочно отменил какие-то пункты своего визита или где-то в Израиль, будет заседание кабинета, какие принять решения. Потому что все-таки не хочется развязывать большую войну. Потому что большая война, это если Израиль, скажем, разбомбит Берут и еще что-то такое. А Иран на чеку. Иран в этом смысле явно показывает зубы, показывает свои руки. Зубы он давно уже показывал, показывает свои руки. Что он является на самом деле главным виновником того, что здесь происходит. И с Хамасом, и с Хизбалой. Казалось бы, самый правильный ответ это просто ударить по Тегерану и по его атомным базам там. В общем, вроде бы, говорят, что они еще не имеют ядерной бомбы. Если они будут иметь ядерную бомбу, то это гораздо более еще хуже. Так что, на самом деле, это был бы правильный ответ. Но я думаю, что вот израильская авиация бомбила ночью какие-то военные объекты Хизбалы. Но это, конечно, так. Это для профилактики будет что-то более серьезное. И это всегда как в футбольном матче. Значит, первый, кто забивает гол, потом команда мобилизуется и она хочет забить второй гол. Тем более, я сейчас прочитал о новом оружии, которое есть у Ирана. Какое-то электромагнитное оружие, при попадании которого все электризируется. Это говорит подобно тому, как молния попадает в здание. Но молния, как правило, как попадает здание в громоотвод. А тут неважно, где он попадет, все здание становится как бы в любом месте. Вы получите электрический удар, погибете от электрического удара. Как остановить, как бы предотвратить это? Только если ты избиваешь носителей этого оружия. А так это, как бы, это большая угроза. Просто большая угроза человечеству. Есть у нас, конечно, прежде всего на повестке дня это выступление Натаньяу. Казалось бы, прошло уже три дня. Но вопрос, насколько его выступление было эффективным. Я не знаю, есть уже перевод на русский язык его выступление. Показывали, да, есть выступ, да, перевод на русский язык. Нет, нет еще. Ну, там, надо сказать, конечно, это выступление было очень эффектным. Потому что оно, как бы, было поставлено, получим, как бы, каноном театрального искусства. Очень много эти отращены. Ну, это правильно, это хорошо. Я, как бы, не осуждаю это. Потому что главное это произвести впечатление. Как сказала моя дочка, когда она смотрела эту передачу. Она говорит, там эти члены Конгресса должны были упражняться, прежде чем они пришли на заседание. Сесть, встать, сесть, встать, сесть, встать. Мы неисправно садились, сразу вставали. И, как говорят, проложительные аплодисменты. Там, как бы, он привел эту девушку. Ну, а Гагман – это вообще была, как бы, фантастика. Там аплодисменты не прекращались. А потом он привел солдата из эфиопской общины. А для американцев вот это очень важно. Он черный. Значит, вот, пожалуйста. Причем рассказал, я не знал, что этот парень жил далеко. В районе нападения 7 октября. У него не было машины. Он бежал десять километров. Десять километров, чтобы добраться до места боя. И сразу вступил в бой. Правда, эфиопы, как известно, они хорошие бегуны. Со временем был чемпионом по марафону Абебе Бекиле. Это уже в мое время. Он был личным гонцом короля эфиопии. У них это как бы спорт развит. Но все-таки действительно молодой парень, лейтенант. Черный. Это наше достоинство. Потом он привел одного бедуина. Прапорщика бедуина, который тоже совершил героические действия. Это просто потрясающий спектакль. Я говорю, это просто как бы демонстрирует, что мы не какие-то, как они говорят арабы, что мы белые колонизаторы. Вот смотри, какие белые колонизаторы. У нас есть арабы, у нас есть эфиопы. И действительно, на самом деле, есть. Не то чтобы очень много было, но есть. Есть что показать. Так что и комментаторы говорят, что главное достижение Натаньяова было в том, что он говорил с американским народом. То есть, поскольку его выступление транслировалось и по всей Америке, и больше, чем по всей Америке, то он не обращался практически. То есть, он построил свою речь, возможно, именно делая акцент на эти драматические, как бы, моменты, показания вот этой. Но она, как известно, у нее японская мама. То есть, тоже интернационал. Появляется такая девушка, японка, которую эти самые... Как вы знаете, есть кадры, просто были сняты самими хамасовцами, как они выгоняют, ну, на мотоциклете. И видно ее, как бы... Просто видно, как самая... Попалась в кадр, как она взымает руки к небу, просит о помощи. И вот, значит, можно показать. И вот она здесь освобождена. Причем освобождена не в результате переговоров, а в результате очень смелой операции, в результате которой погиб офицер спецназа Замора. Так что это все, как бы, обращается непосредственно к американскому народу. И что он сказал американскому народу, это, на самом деле, как бы, очень важное положение и для нас тоже. Он сказал, что мы, говорит, мы, извертяне, это не столкновение цивилизации, можно сказать, столкновение еврейской цивилизации с мусульманской. Он говорит, нет. Это весь мир столкнулся с фарварами. То есть это, в этом смысле, он, как бы, очень смело, как бы, дал определение, почему, как бы, обычно, он очень осторожно в выборе формулирован. Он просто сказал, это варвары. Как бы, действительно, я уже много раз говорил о том, что сейчас, как бы, перекрестки международных, мировых эпох, снова волна варварства пытается захликнуть все, что еврейская цивилизация построила в течение последних тысяч лет. Всякое представление о морали, о справедливости, все это сметается, и ничто не может остановиться на их пути. Как мы видим уже, Англия захвачена этими барварами, Франция захвачена этими барварами, и Америка сейчас, если победит эта Камела, она тоже представительница этого варварского подхода. Я думаю, о чем? Как это получилось в этом мире? Вдруг, а как мы знаем, крайне левые, ну так, условно, крайне левые, это на самом деле самые настоящие фашисты. Я когда-то был, я жил в Риге, там снимали фильмы, советские фильмы про нацистов, а там, знаете, здание, все это, старая Рига, она точно как немецкий город. Я вышел из работы, смотрю, не верю в Груза, красные знамена везде развешаны, потом прогинулся, а там внутри свастика. Но красный цвет превалирует. У немцев были красные флаги, как и у Красной армии, со Советской Советской Союзой были красные флаги. И вот это крайне левые, они превращаются в фашистов. То есть там все насилие, отрицание права, чего бы не было. А почему? Потому что вот демократы проморгали. В США тоже. Сперва так это осторожно, вот красивые слова о гуманизме, о справедливости. Но оказывается, что против подобных движений эти слова не помогают наиболее, они более того не опасны для человечества. Я вот сделал здесь цитату из нашей недельной главы. Это уже последняя у нас сегодня. Мы читаем две главы. Матод и Масаэй. Вот во второй главе. Но вы знаете, что я взял даже не русский перевод, а я взял сразу арамитский перевод. Потому что звучит это на арамите, он перевел очень правильно. Скажу так вот. Я прошу наших зрителей не выключать этот фильм, послушайте. Значит, это дается наказ еврейскому народу, что надо делать, когда мы окажемся на территории Ратислаэля, и там встретимся с этими чужими народами. Кто хочет посмотреть, это четвертая книга Бамидбар, глава 33, начиная примерно с страфы 50 и дальше. И вот он говорит, что он говорит там. Он молил им бнеи сраэль бейтэмилу вун ары атун аврин яд ярдана ля ара дикнан. Почему я пользуюсь арамитским переводом? Потому что здесь часто используется выражение на еврейский яршун. Яраш – это унаследовать. Но в правильном прочитании это означает и другое слово. Это обездолить и уничтожить. Поэтому Онкерус знал, и посмотрите, деликатные переводы, переводы на русском языке даже, и на других языках хотят обойти эти тяжелые слова, которые смысл на еврейте. А тут всякое слово. Яраш, Яруша – это все наследство. А Онкерус знает, что есть некоторые. Ярушун – это самое обездоление. Переводится как Татрах, Титрух. Вот смотрите, я вам прочу на арамите, потом переведу. Он говорит. «Ватитрихун ятколь ятвей ара» – уничтожьте и обездольте всех жителей этой земли. То есть те, которые, когда мы придем в страну Израиля, мы встретим всех Кнаним, Еусеев, при чем там не упоминаются, потому что не было их уже давно. Вот это его наказ. И дальше Онкерус говорит. «Ватитрихун яттвей ара ба тивну ба арэ лехун». И дальше Онкерус говорит. «Титрихун» – это от слова «трах». Я говорю, те, кто не знает хорошо арамита, просто, когда вычислять, чтобы понять это значение. Я видел, по-русски перевели так очень аккуратно. «Ну, наследуйте». «Нет! Уничтожьте! Титрихун! Трах! Сделайте трах!» «Титрихун яттвей ара мин кадамагун». «Вие дэтиш арун минагун лэссианетту дзинликаб лэгун лэмешраян микфанинан вэйкун лэхун аль ара беатун ятвинба». А как бы на более понятном языке, на русском языке завершающие слова известные, что если вы их пожалеете и вы их оставите на этой земле и не изгоните и не уничтожите, они вам будут помехой на вашем пути. И они сделают с вами то, что вы не сделали с ними. Представьте себе, это четырнадцатый век до новой эры, прошло еще две тысячи лет, насколько это звучит актуально. Пожалели гуманизм, а эти варвары не знают гуманизма. Они, если мы с ними так не поступим, они так поступят с нами, они так поступают с нами. Поэтому это актуальный, я говорю, актуальный призыв. Он выглядит как бы человека ненавистничества, как наша еврейская вера, она такая гуманная, так отсчитается с людьми. Но вот это ответ. Если перед вами варвары, то никакого гуманизма не может быть. Варвары это не понимают. Ни жалости, ни гуманизма, они вас уничтожат. И так они постоянно играют на том, что мы такие любвеобильные и милосердные. И так сказал Натаньяу в своем выступлении. Он говорит, мир знает. Постоянное обвинение в адрес евреев. В чем нас не обвиняли? Что мы отравляли колодцы. Известно в 14 веке была эпидемия холеры. А евреи умирали, но не в пропорциональном размере. Эта холера в Европе. Называлась черная чума. Когда евреи умирают меньше, значит они отравили колодцы. На самом деле было очень просто. У нас по законам Тары есть правила гигиены. А у них в средние века этих правил гигиены нет. Мы едим есть, мы обязаны сделать на тела отъедаем. А если мы исполняем все законы, каждое утро мы должны идти в мику очищаться. И если у нас есть трупы, у нас есть заповедь. Мет-митсва. Запрещено оставлять трупы непохороненными. Надо в тот же день их похоронить. И как бы это настолько важная митсва, что все остальные откладываются. Там приводится в Гиммаре в качестве примера, что главный Коэн идет перед эрой Песоха, перед наступлением Песоха принести свою пасхальную жертву. Если он видит, человек лежит, труп лежит, он оставляет все. Он не принесет эту пасхальную жертву. Он обязан похоронить это тело. И поэтому, когда умирали, там, черная эта самая смерть, умирали пачками. И так оставались эти трупы на дороге. Не у кого голосило. Представьте себе, что это такое. Это трупные крысы. Это еще, значит, разносят и насекомые, и паразиты, и все. Так это разносилось. А у евреев эти трупы сразу хоронили, если они были. Если, я говорю, ходили в Микву. Женщины ходили, мужчины ходили в Микву. Делали начал отъедаем. С утра, что мы делаем первое? Надо сделать начал отъедаем. И так далее подобное. Но это... А люди верят. Вот это, как бы, трудно назвать людьми. Но они верили и устраивали погромы, убивали тысячи евреев за то, что мы соблюдали самые элементарные правила санитарной гигиени. Потом, наверно, это кровь христианских младенцев. Снова это поверили. Потом это то, что евреи хотят захватить весь мир. Сфабриковали. Это известно уже, что это российская полиция. Был такой чин Зубатов. Он написал эти протоколы сионских медицинских. Почему? Как бы дать оправдание. Почему надо убивать и преследовать евреев. Вот видите, они хотят захватить весь мир. Знаете, как вы знаете, в Тарио у нас об этом ничего не сказано. Мы говорим только о том, чтобы освободить страну Израиля и здесь жить. Вот это приписать для того, чтобы легитизмировать уничтожение евреев. И это все так поступали. Этим же протоколами пользовался потом Гитлер. И говорит Натаньяу, обвинение Израиля сегодня в геноциде, намеренному уничтожению арабской нации, это продолжение тех же самых кровавых наветов. Если когда-то человечество осудило это, многие процессы, известный процесс Бейлиса, когда обвинили этого бедного еврея киевского в том, что он убил ребенка и сосал из него кровь, тогда, надо сказать, в честь русского народа лучшие умы ученые, священники русские достали и сказали, это неправда. Царь хотел провести этот навет, кромавый обвините евреев для того, чтобы устроить массовые погромы. А русские лидеры духовенства, ученые, известные, составили целые сборники, доказывающие, что в чём это чушь. И Бейлис был на суде. Я вам рассказывал много раз, я был потрясен, смотрел это в книге Феликса Канделья, он написывает этот суд. Там был суд притяжных. Знаете, это, вроде бы, очень демократическая мера. Простые люди, значит, судья говорит, что вот если он виновен, значит, вот есть такие доказательства, что он виновен не он, теперь притяжные должны решить, да, действительно ли он виновен. И вот, значит, там, я не знаю, генеральная прокуратура или ещё какой-то другой юридический орган дал указание набрать притяжными самых тёмных и простых крестьян. Да, ну, конечно, потому что тёмные и простые крестьяне, они верят в то, что евреи и злодеи пьют кровь христианских полотенцев, значит, его точно засудят. И при голосовании большинство сказало невиновен. Есть запись одного из этих притяжных, этих простых крестьян, как говорит, не могу взять, я боюсь Бога, не могу взять грех на душу. Представьте себе, какие вот эти простые крестьяне были богобоязненные люди, то, что от всех нас требуется. Он, при всём, при том, что он понимал ситуации, жиды и то да сё, но это грех, нельзя обвинять невиновного человека и все факты говорят. А сейчас это всё уже не существует, нету страха Божьего, и поэтому обвиняет, говорит Натаньяу, обвинение о нас в гомоциде и апартхайде, это продолжение тех же самых кровавых наветок. И если как будто бы сейчас, ну все цивилизационные люди, вроде бы, говорят, что не было отравления колодцев и не было крови христианских богатенцев, но они поддерживают величайший Гагский суд, да, справедливость и поддерживает это обвинение, это продолжение тех же самых кровавых наветок. К сожалению, как мы знаем, 50% населения, даже больше, верят и принимают это. Совершенно необъяснимо. Причём, как бы, у нас все доказательства, что это не так, нет никакого апартхайда. Более того, во время речи говорит Натаньяу, мы обращаемся к гражданам ГАЗа и мы говорим, мы вас просим покинуть такую-то и такую-то зону, такой-то и такой-то район, не всю ГАЗу, а какой-то очень определенный район, тем самым мы даже выдаём свои намерения, потому что мы будем здесь проводить операцию против террористов, которые засели в вашем районе. Что делает Хамас? Силы оружия запрещают этим людям оставлять место, где они находятся. Для того, чтобы была пролита кровью, можно было бы снова обвинять евреев. Кто виноват Хамас? Кто виноват Иран, обвиняет евреев. Поэтому я говорю, когда ты читаешь эти слова о том, что надо всех уничтожить, это кажется варварским. Но, очевидно, по отношению к варварам, которые не признают никакой справедливости, которые используют наше понятие гуманности для того, чтобы нас уничтожить, нет, нет другого выхода. Всех уничтожить, изгнать. Ну, там, тетрух означает обездолить. Это уж как хотите. Обездолить и уничтожить обездолить. Я, конечно, не призываю к уничтожению арабского населения, но просто, чтобы понять, если кто-то воспользуется этой цитатой из Атары и скажет, смотрите, вот вы какие евреи кровожадные. Ответ именно такой, что в крайних ситуациях другого выхода нет. То же самое и с Хамасом. Хамас хвастается, что женщины и дети у них являются военным щитом для защитных операций. Они хвастаются этим. А нас обвиняют в том, что мы убиваем детей. Представляете, насколько просто говорить о какой-то аморальности нет никакой морали. Главная цель – убить любой ценой, уничтожить любой ценой. В этом смысле, я надеюсь, что Натаньяу дал хорошее представление. Мы включим какие-то кадры из-за вас и аплодисментов, может быть, не видим. Натанья, мы так рады у вас сегодня. Спасибо. Спасибо. Ашраф Ашраф – а Бедуин солдер с израильской, мусульной коммуницией Раат. На 7-я октября Ашраф, тоже, убил многих террористов. Первым он защищал своих коммерческих коммерческих базов, и затем он пытался защищать побережные коммуницией, включая, вновляющую коммуницией Кибуцбери. Как Ашраф Говорит Трамп очень важное обращение. Он говорит, я прошу вас, христиане, на этот раз приходите голосовать. Потому что он говорит, те, кто сейчас приходят к власти, это прогрессисты. Это Камела Гаррис, известно, как крайне левая. Никакой веры там нет. И это опасность для всего человечества. А, как правило, люди сейчас пассивные. Люди обычно говорят, ну, зачем я буду голосовать? Это все ничего не изменит. Интересно, что он обращается именно к христианам. Потому что это действительно идет о спасении еврейской, как они говорят, христианской цивилизации. В этом смысле им общий. Так же сказал им Татанияу. Когда мы воюем с Хамасом, мы воюем за вас, американцы. Когда мы воюем с Ираном, мы воюем за вас. Потому что если они нас победят, вы на очереди. И у них страшно разрушительное оружие. И причем так же, как и Хамас, так и Иран, они презирают смерть. Чуть смерть. Смерть своих граждан. Они не считаются с этой смертью. Так сказал очень, как бы, верную, красивую фразу. Он говорит, мы освещаем жизнь. Анахм мекатчим – это Ахаим. А они освещают смерть. Они говорят, смерть – это, как бы, величие, самое, как бы, достижение человечества. Поэтому это, как бы, просто тьма и ночь просто не совместимы. Я говорю, я думал об этом. Как это получилось, что в такой демократической светлой Америке побеждают силы зла? Слишком видно демократия. Демократия тоже должна иметь какие-то рамки, какие-то границы и тоже пользоваться насилием. Потому что, когда доходишь, как говорят, от абсурда – это абсурда. Почему нельзя их трогать? Потому что есть демократия. Если демократия выдали возможность этим людоедам. Я говорю, они хранят тела убитых людей в холодильниках. Людоеды. Правда, они их не съедают. Они хотят тем самым затягивать военные действия, чтобы больше убивать евреев. Вот как поступает. И, к сожалению, мы не выполнили тогда и не выполняем сейчас этот наказ за Мушер Абейну от имени Ашема. Мы не способны. Говорит, тот же самый Трамп рассказал о встрече с Натаньяо. То есть, после выступления в Конгрессе он там встречался с этой сторонницей Хамаса, будущим мандидатом в президенты Камале Харрис. Потом встретился и с Трампом тоже. И Трамп говорит, я спросил у Натаньяо, ну вот как это может быть, что евреи поддерживают врагов еврейского народа? Имея в виду, что евреи по-прежнему, да, скажем, в предыдущих выборах 85% евреев поддерживали демократическую партию. Поддерживали демократическую партию, поддерживали Камену Харрис и, наверное, по опросам сейчас она снова получает много голосов евреев. Ну как это может быть? Да, действительно, это вопрос. Они явно говорят, что они хотят уничтожить Израиль. Не, они не говорят, что они уничтожают. Вся игра слов, да. На самом деле все, что они делают, непоставка вооружения, поддержка всех антиизраильских резолюций, это и есть, как бы, все направлено на уничтожение Израиля. Как это может быть? Ответ, по-моему, очень простой. Это то, что они вообще не евреи, скажем так. С точки зрения, скажем, DNA, там, говорят, есть 6 миллионов евреев. Обратите внимание, 6 миллионов евреев было, скажем, 50 лет назад. Не изменилось, и почему? Это поголовная ассимиляция. То есть, учитывая, что практически сейчас, по данным Сахмутам, 100%, за исключением религиозных людей, 100% молодых евреев женятся на неевреях, да. Второе, третье поколение, они вообще, как бы, пользуются этим жупелом еврейства для того, чтобы сказать, вот я еврей, я поддерживаю Хамас, я поддерживаю там, я не знаю, Камелу Харис. А практически они не евреи. Практически не евреи. А кроме того, скажем так, даже если они чистые, как бы, биологические евреи, если они враги Израиля, они враги еврейского народа. Какая мне разница, что там, как вы знаете, в нацистской армии служило 150 генералов с еврейскими корнями. Это были нацисты. Если бы они попались, надо бы их уничтожать. Хотя могли бы в последний момент сказать, у меня папа еврей, пожалею, у меня бабушка еврей. Ты стоишь на стороне неправды, на стороне зла, значит, ты такой же, как они. Спрашивает, вы видите эту девушку японскую снова, но Аргаман, Аргаман, переводит это красный. То есть, скорее всего, папа ее, он ашкеновский еврей, наверное, был Ройтман. Ройт, это красный. Перевел Ройтман на Аргаман и женился на женщине из Японии. Но учитывая, я не знаю, сейчас он ходит в вязаный черный кипер. Предположим, что всегда у него была связь с традицией. То есть, скорее всего, она прошла ги-юр, при тем, как он, мама этой ноа, при тем, как он женился, она прошла ги-юр. А сейчас, во время этого визита в США, папа ее взял куда? На могилу Рэбы. Представляете, вы видели это самое? Там собралась и не только ноа, и ее папа, и другие, как бы, члены делегации, то есть, те, которые спаслись там или их спасли от этого побоища, они тоже пришли на, это называется, не могила, на принятом лексиконе, называется Оэль, Оэль Шатер Рэбе. Вы были там? Кто был на Шатере Рэбе? Не были. Интересное место. Посмотрите, посмотрите, как бы, на, я думаю, в последних сообщениях пресса есть, видно, как ноа там стоит, мужчина отдельно, женщина отдельно. И в самолете, когда, значит, пришло время, папа ноа сказал, сейчас Минха. Он организовал, я думаю, даже и Натаньяу, он привлек к молитве Минхе. Потом он сказал, я должен сказать Кадиш по своей жене. Сказала Кадиш. Это мамашки Душа Шэм, понимаете, с такой силой. А они, все эти левые, накинулись на ног. Как ты могла поехать с Натаньяу поддерживать Натаньяу? То есть, снова, как мы видим, все, как бы, соображение, казалось бы, морального порядка. Натаньяу, он виновен во всех, во всех событиях, во всех несчастьях, которые нас достигли. Как? Каким образом? Кто виноват? Это левые генералы. Ведь это левые генералы все время насуждали идею, что с арабами надо жить мирно, что можно с ними жить мирно. Вот это соглашение ОСЛО о размежевании и о создании арабского палестинского государства на территории Аталии Сауэль, это была идеология этих левых генералов. А кто это левые генералы? Это все начальники генеральных штабов, все командующие. Начиная с уровня генерал-майора, все они такие, просто потрясающие. И сейчас они обвиняют Натаньяу, что... Правда, есть вина Натаньяу тоже, конечно. Он, как бы, должен был с ними бороться активно. Он не должен был допускать власти. Ну, правда, что он может? Вся армейская верхушка, она такая. Как? Где выбрать, да? Если армейская верхушка видит, что какой-то человек растет в не том направлении, они его выкидывают до того, как он дойдет до какого-то генеральского чина. Как это пример, это, правда, дошел до Таталуфа Оффер Винтер. Таталуфа – это уже генерал-майор, первое звание генеральское. А они его выкинули. Есть еще один генерал – Давид Зини. Есть известный раввин Раф Зини в Хайфе. Ученик тоже раба Цвиуда Кука. Вот его племянник – он боевой генерал. Насколько боевой, ну, нечего спорить. Но поскольку он не их, и он верующий, они его тоже выкинули, дали ему продвинуть. То есть там идет просто чистка такая, идеологическая чистка в армии. Поэтому, в основной стороны, конечно, правильно обвинять Натаньяу в том, что он допустил, что, как бы, он был в течение многих каденций, он был главой правительства. И ничего не сделал для того, чтобы дать возможность живым, здоровым, национальным силам расти в генеральном штабе. Гарми там управляла. И это, как бы, пожалуй, хотя в целом я считаю, что он не виноват в каких-то конкретных преступлениях. И все, что произошло 7 октября, и до этого, и после этого, за это несет ответственность руководство так называемой работе партии, была такая партия Абуда, такие, как бы Ицхакрабин, Шимон Перес, и нынешние наши левые – это Лапид, Убени Ганс, и прочее прочее. Но, тем не менее, он виноват. Когда человек допустил это, он в этом виноват. Как я говорил, когда это было в случае с Пенхасом, только что мы живем в учете, Пенхас увидел, что здесь что-то не так, он пожертвовал своим добрым именем. Он остановил этот разврат ценой собственного добрым имени. Потому что, представьте себе, после того, как Пенхас убил этого Зимри, все, сейчас его берут на суд, его приговорят к высшему мере. И он знал, это прекрасно. И в последний момент подзвучало «оставьте его, не трогайте его», он на самом деле совершил правильное дело. Но каждый человек, который совершает такой отчаянный поступок, он всегда находится, колеблется между осуждением и одобрением. И вот этого мужества, к сожалению, у Натаньяу нет. Он сын какого-то профессора, жили в Америке, изнежены. Умный человек, да? Умный человек думает правильно. Вы смотрите, когда он выступил в Конгрессе, даже его враги в Израиле были вынуждены признать, что подобного впечатления, которое произвел Натаньяу на американскую публику, никто из них не может сделать. Причем, конечно, на превосходном английском языке. Но это недостаточно. Нужно твердого и решительного руководителя. Где его взять? Что он допустил? Причем, смотрите, мы говорим о больших событиях, сейчас ожидается реакция израильской авиации на побоище. Вы знаете, Маджель Шамс, Мигдал Шемеш. Это как бы деревня, большая друзская деревня. Вчера убили 12 друзских детей прямым попаданием бомбы Хизбаллы. Причем они, Хизбалла пытается отмазаться. И она говорит, нет, это не мы, это Израиль пытался сбить нашу какую-то ракету. И вот осколки этого железного купола попали на этот стадион и убили этих детей. Ну, как бы это на современном мире все это технологизировано, все можно проследить и совершенно очевидно видно, как выходит эта ракета из определенного места. Сейчас вот бомбили уже это место, как идет, и как она падает на этот стадион. Реакция снова умеренная, сдержанная, потому что сразу Организация Минных Наций и Всемирный Суд Справедливости сказал, не надо преувеличивать, не надо каких-то как бы жестокого ответа. Держит за руки, и он с этим считается. То же самое американская администрация приняла решение о объявлении персоной нон-грата простых евреев. Если там, посмотрите, один парень с женой, там у них 110 детей, у него какая-то ферма в районе Хеврона по выращиванию овец. Значит, американская администрация приняла решение, что он, значит, персоной нон-грата, что надо, как бы, поскольку израильские банки подчиняются Всемирной Валютной Системе, их счета аннулированы. Они могут пользоваться, если у них вообще есть деньги и минус банки, не могут ничем пользоваться. Почему? Опасные преступники. Потом, значит, есть там организация жен, мужья которых служат в армии. И этой жены говорят, что надо прозвать войну. Называется ЦАФ Тейша. Руководитель этой, жена этого милуимника, она тоже объявлена в США вне закона. И, казалось бы, это такой парадокс. У тебя здесь тысячи бандитов-хамасников, которых вообще надо как бы объявить не то, что вне закона, а надо просто приговорить к смерти. Их не трогают. А вот эту бедную женщину и этого бедного скотамута, причем наложили арест на местный совет в районе Юдеи и Самарии. И прочее, прочее. Люди не могут просто как бы покупать воду, ничего не могут делать. Наше правительство молчит. Наш Натаньяо присел и молчит. Почему? Он считает, что реагировать, наверное, сейчас в этой ситуации, это было бы неправильно. Это возбудит общественное мнение. И поэтому лучше как-нибудь это самое пережить. Как говорят на еврейском языке, лиспог. Вот научите слово ворожение лиспог. Лиспог – это как губка. Сфог – это губка. Вот так сосать и пройти мимо. И тогда как бы нас не будут тронуть. Ничего подобного. Это уже показано. Что когда мы совгим, когда мы это все принимаем и промалчиваем, тогда увеличивают эти санкции. Ведь это понятно, что вот эти самые меры, которые приняты против отдельных простых людей – это пробный шаг. И кто этим занимается? Даже не ГАКский международный суд, не Организация военных наций. Это американская администрация, руководитель которой президент Байден заявляет, что он сторонник Израиля. А что он делает? Как только мы промолчали, он расширяет свои санкции. Объявляет внезаконных членов КНЕС, это министров. И как мы знаем, хотят объявить и министра обороны, и премьер-министра. Это международный суд, вера тех преступниками. Они, ну правда, вполне можно сидеть в современном мире, можно сидеть у себя в Израиле и не обязательно куда-то ехать. Но в любом случае, когда принцип действует, если ты думаешь промолчать, быть умненьким, ты только приглашаешь на себя больше давления. Это все мы должны знать. Как говорит Тора, если у тебя есть враг, варвары, которые не принимают никакого человеческого маршрута, которые играются твоими принципами, используют для того, чтобы уничтожить, их надо прежде всего уничтожить. Поэтому самая правильная реакция сейчас была бы на вот это побоище в Мальчеве Шамс провести как бы ядерную атаку на весь Иран. Если сотрем Иран с лица земли, кончились все проблемы. Это решение, которое может принять премьер-министр. А если это произойдет и, скажем, весь глобус постарается обвинить еврейский народ, а как можно сделать так, чтобы это выглядело морально по поводу всех людей? Это как бы хороший вопрос, как говорят, надо подумать. Но в любом случае... Ведь мы видели это право. Да, это правильно. Потому что Иран – это производство терроризма на всех людей. Да, да. И как это тогда? Вы знаете, вообще как бы есть такое правило – победителя не судят. Если бы мы решили сделать этот шаг еще гораздо раньше, то бы мир с этим смирился. Да, но эта война показала, кто есть на самом деле они. Это верно. И очень правильный вопрос вы говорите. Они борзеют, когда мы делаем как бы всякого рода подсчеты и мы не решаемся. Если бы мы пошли сразу, и так это говорят, одно из обвинений в адрес Натаньяу, что с самого начала военных действий можно было проявить всю военную мощь, и все бы кончилось. И то, что он по-прежнему играет в дипломатию и думает, это не надо, это только больше, еще больше разжигает аппетиты наших ворков. В тот момент, когда они видят, что мы слабы, что мы считаемся с ними, они борзеют. Поэтому надо рисковать. Совершенно верно. Это большой риск. Но... Это похоже на тонах, когда некоторые лидеры пытались быть мягкими и больше атаковали. Я говорю, Мушаравену плачут, Альеза плачет, они не знают, что делать. Начинается такой массовый разврат. 24 тысячи евреев в открытую сношаются с медьянками. И начинаются страшные дела. Плачут в растерянности. Нашелся один человек, который сделал правильный шаг и все сразу успокоилось. Я не хочу быть пророком, но, возможно, это то испытание, которым мы подвергаемся, если у нас будет смелый, решительный руководитель, но таковых нет. Натаняу не может быть таким руководителем военным. Он во время дипломатических отношений превосходно. Выступает в Конгрессе, он превосходно. А во многих других вещах он просто не понимает, не умеет воевать. А кто у нас умеет воевать? Вот эти генералы, которых отстранили сейчас из-за того, что они слишком воинственные, их можно было бы... Кто-то сказал, если бы у нас был Друз начальник генерального штаба, он бы... Да, действительно, Друзы, как мы знаем, люди очень воинственные. И если бы им позволили сейчас пустить их через границу, они бы там со всеми этой хизболой покончили раз и два. К сожалению, иногда надо быть варварами, чтобы бороться с варварами, надо быть варваром. Кто из вас готов? Я готов. Мне не дают. Все научат без проблем, чтобы знать как. Да, конечно, надо проявлять ум, надо проявлять себя. Вот это как бы... И я говорю, это верно и в отношении всей демократической системы. Мы как допустили, что в США дошло до того, вы знаете, этот известный супермиллиардер Маск плачет. Они говорят, они убили моего сына. Да, ну. Да, а как убили? Они убедили его, что он девочка. И он сделал операцию, да. Он считает, он сейчас этот Маск постепенно прозревает. Знаете, он как-то в течение последнего времени сидел спокойно и как бы занимался своим бизнесом. Вдруг он прозрел. И он говорит, что вот это все движения, так называемое гендерное движение. Это античеловеческое движение, это надо запретить. А Камела Арис, кандидат в президенты, она как раз поддерживает это, да. Чтобы можно было без согласия родителей делать операции на ребенке, что он считает, что он девочка. Представьте себе. Вот за что они выступают этим. Я говорю, из-за того, что терпели и считались, и проявляли гуманность, в конечном счете, Америка дошла вот до такого состояния. Что с одной стороны, есть некие силы, не обузданные совершенно, которые не признают никакой гуманности. А с другой стороны, Трамп обращается к христианам. В это встречался Натаньяу с руководителем евангелических евангалистов, которые поддерживают Израиль. Мы понимаем, это парадоксально. Я сам против дружбы с христианами. Это опасно, потому что это смешивает понятия. Наша вера не принимает никакого, с нашей точки зрения, христианства. Это неправильная вера, это выдуманная вера. Но возникла ситуация, при которой только с ними мы находим общий язык. И тут, конечно, задача поставить какие-то четкие границы. Я говорил об этом гендерном движении, и у нас в Израиле то же самое. Во многих школах внедряют это против воли родителей. Потому что это все экспортируется из Соединенных Штатов Америки. Смотрите, вчера бывший начальник генерального штаба, бывший министр обороны, бывший премьер-министра Эуд Барак призвал к гражданскому бунту. А что такое гражданский бунт? Это Великая Октябрьская статистическая революция. Баррикады на улицах, захвата каких-то центральных... Знаете, начинается гражданский бунт, вроде бы невооруженный, кончается, безусловно, коропролитием. Представьте, насколько он обнаглел, призывает к революции против закона избранной власти. И никто его не арестовывает. Ведь его надо было сразу арестовать. Одно такое заявление, это сразу призыв к массовым беспорядкам. И он это уже совершал. Он не просто болтает. Он это совершил. Он уже много... Все, что происходит, он и другие виноваты в этом. Его не арестовывают. То есть, наша судебная система парализована. Наша военная система парализована. Вот это ужас, до которого мы дошли. В отсутствии... Хотя, посмотрите, интересно, что большинство народа против этого. Даже, посмотрите, была такая, я говорю, рабочая партия. Бен-Гурьона создал. Абуда. Партия Абуда, это была всесильная партия. Где-то до 70-го года. То есть, в течение где-то более... Сколько это? С 47-го, практически 30 лет. Она была ведущей партией, которая имела поголовное большинство в Кнессете. Партия Абуда, это считалось, как бы, фашистами. Их, как бы, они были изгоями. Там произошел перевод после поражения во войне Судного дня. Когда виноваты в этом поражении были снова Голдомейри и все остальные там левые. Произошел перевод. Пришел к власти Ликут. И сейчас он... Что такое Ликут? Это люди, которые как бы националисты. Патриоты своей страны. Не более того. Это никакие не правые, никакие не фашисты. И смотрите, насколько сейчас это увеличивается. Есть это движение. Наш бухарский земляк Гидон Сар, бывший министр просвещения. Он вдруг переименовал свою партию правые центристы. Все хотят быть правыми. Потому что народ понимает, что единственное спасение это готовность сажаться за свою родину. Что здесь никакие демократические требования, права всем не помогут. Когда надо воевать, надо мобилизоваться. Как вот нас учит это Парашат Масаим. Дорогов надо изгонять. Не дать им никаких прав. И он... Парадокс. Этот эуд-барак еще с несколькими тысячами купленных за деньги людей устраивает бесчинство. Юридическая система бездействует, поддерживает их. А большинство народов против этого. Совершенно очевидно. Большинство народов против этого. Какое большинство? Речь идет не о перевесе в один голос. Речь идет о том, что это 70-80% всего населения, они против всего этого. И как мы терпим, это непонятно. Потому что нет у нас настоящего руководителя. Как мы знаем, сильный руководитель – это очень хорошо. Если бы был сильный руководитель, то было бы хорошо. Но правильнее было бы, если бы был сильный духовный руководитель. Потому что, когда мы боремся за государство и за землю, должен быть какой-то духовный смысл этому. Значит, если просто так захватить землю, они захотят землю. Это спор о земле. Они хотят захватить землю. Мы хотим захватить землю. А мы последователи, а мы потомки Авраама Ицхака Якова. Вот я могу сказать совершенно определенно, что Нуа Агмон, хотя она выглядит как японка, она, да, последовательница Авраама Ицхака Якова. Она любит свою родину. Она готова пожертвовать за это в всей жизни. Понимаете, я могу сказать откровенно, я поменял несколько свои отношения к неевреям, которые приехали сюда в Израиль. Я как бы много приехал. Это патриоты, патриоты страны. Знаете, сколько у нас хороших атлетов, спортсменов из России. Вот я не знаю, это у нас есть Артем Долгопятов. Я не буду рыться в его метрике. Но даже допустим, что он как бы нееврей. Какой он патриот? Как они, как эти наши российские, израильские спортсмены гордятся своим гражданством, оборачиваются израильскими знаменами, плачут, когда звучит там гимн победы во время соревнований. Конечно, нужно пройти гиур, это все-все, но смотри, какие это хорошие люди, какие-то настоящие патриоты. А в отношении тех, которые называются евреями и которые выступают против еврейского народа, они, можно сказать, эти как бы близки к тому, чтобы быть евреями, а эти только одоляются. Вот какое тяжелое время мы живем. Разберись, а кто есть евреи? А где евреи? Евреи – это тот, который родился по папе и маме, или евреи – это патриот Израиля? Я говорю, это недостаточно быть патриотом Израиля. Надо обязательно принять веру отцов, веру Авраама и Исаакова. Но это следующая ступень. Мы видим, что эти люди близки к этому. Надо их поддерживать к этому. А те, которые вроде бы да, а на самом деле они не хотят и выступают. Смотрите, муж этой Камелы Гарис – он спонтом еврей. Но какой он еврей? Он не признает государство Израиль. Что остается от еврейства? Традиция. На Хануку зажигают свечки. И еще, возможно, они едят эти самые пышки на Хануку. Еще едят Масу на Песах. Как мы видим, насколько все эти традиции, если они не имеют по собой в современном еврейском мире, эти традиции должны иметь серьезную подоплеку, готовность жертвовать и воевать за спасение своего народа. А в тот момент, когда это просто то, что говорят на еврейском масоне, это такое украшение, финтифлюшка, она ничего не значит. Тот же самый муж Камела Гаррид. Я не знаю, что он такой. А вот есть этот известный новый премьер-министр Англии Кира Стюрмер, который сказал, что «Эра в шаббат, накануне субботы, меня не ждите, я со своей женой, мы там традиционная еврейская встреча субботы». А практически он уже говорит, «Мы говорить, если будет принятие решения о том, что Натаньяу преступник, он уничтожает арабское население, мы его арестуем, если он приедет». Что это такое? Парадокс, да? Он встречает субботу. Какой смысл встречи субботы, если ты против страны Израиля, против народа Израиля, против Бога Израиля? Это все какой-то дешевый обман. Поэтому завершим наше короткое выступление тем, что мы надеемся, что все люди поймут действительно, как говорит Натаньяу, что мы живем на перекрестке эпох. Встреча, столкновение зла и добра. Но для того, чтобы поддерживать добро, надо не играться в это добро, а надо действительно сто процентов идти после данного добра. Потому что это единственное, мы видим, каждый раз убеждаемся в таре, насколько рецепты и указания правильные, и дают указания о том, как можно выжить. Факт, мы жили по этим законам и выжили. Это как бы эксперимент. Можно сказать, ну, тара, я не знаю, 4000 лет люди жили по этим законам, и народ Израиля благодаря этому составляет феномен проживания. Нет такого народа, которому продержался больше. Почему? Понятно? Вывод один. У нас есть правильные законы. Мы живем по этим законам и мы можем существовать. Поразительно. Да, казалось бы, есть всякие доказательства верности, как бы, что есть Бог, знаете, из области физики, я не знаю, из области рациональной соображения и все. Вот у вас перед глазами есть самое веское доказательство. Есть народ, который живет в своей стране, к сожалению, не все еще живут по законам тары, но в любом случае этот народ, который сохранился, существует, потому что, значит, эти законы правильные. Законы правильные в каком смысле? Они дают жизнь, они дают возможность сохранению существования. Весь народ, весь мир должен это увидеть. Поэтому я говорю, когда я молюсь каждый день с утра, говорю, «Кадош Баруху, освети свое имя перед другими народами, уничтожь врагов Израиля так, чтобы убедили, чтобы все убедили, что ты с нами». И что, как бы, ведь на самом деле наша победа – это не только победа над какими-то там людишками, какими-то хамасниками, которые прячутся в подемельях. Победа должна быть победа веры, истины, победа добра. Вот когда это проявится по-настоящему, это будет действительно… Мы боимся за это, надо понять. Израиль сейчас боится за это. Хотя, казалось бы, мы говорим, какие люди, очень много недостойных людей, много недостойных граждан Израиля и все. Но, как ни странно, поезд идет вперед, и мы победим.